Не говори эти слова своим клиентам в конце периода в сетевом бизнесе. Привет, на связи Динара Смирецкая, сапфировый бизнес-лидер компании Siberian Wellness. И сегодня я подниму очень-очень актуальную тему под конец периода, потому что, к примеру, у нас в компании период длится ровно календарный месяц, что нельзя, категорически нельзя говорить своим клиентам, если вы не хотите опустить свои продажи ниже плинтуса. Если вам, наоборот, нужно поднять уровень продаж, увеличить свой товарооборот, поработав со своей клиентской базой, расскажу, как и что нужно говорить, и расскажу, почему так нужно говорить, потому что очень много клиентов, точнее, людей перефразируют ваши слова и воспринимают их очень-очень негативно. Поехали. Если речь идет о терминации контракта, к примеру, клиент не делает заказы на протяжении 3-4-5-6 месяцев или, возможно, года, и вот подходит месяц терминации, когда кабинет клиента терминируется, то есть закроется в компании, и вы должны об этом клиенту сообщить, должны его оповестить. Это очень хороший инфоповод для того, чтобы с клиентом пообщаться. Но, друзья мои, если вы будете говорить «Здравствуйте, Мария Ивановна, вот 1 декабря ваш кабинет терминируется, поэтому вам нужно, вы должны сделать заказик», естественно, эта Мария Ивановна вас не поймет. Во-первых, людям простым непонятно слово «терминация». Они прочитали эту фразу, им легче закрыть и вообще сказать какой-то спам и вас заблокировать, вместо того, чтобы, к примеру, даже переспросить. То есть мало людей, у кого найдется время там переспрашивать, а что такое терминация, откуда вы, а почему. То есть первое, что вы должны сделать, если вы сами видите, что с клиентом давно не общались, или, к примеру, у вас клиент находится в клиентском чате, но при этом в личке у вас переписки нет, представьтесь. Мария Ивановна, здравствуйте, это Динара, консультант компании «Сайбериан Велнос». Вот у вас закроется кабинет, вынуждена там сообщить или хотела вас просто проинформировать, что 1 декабря, ой-ай, какое несчастье, закроется ваш личный кабинет. То есть лучше употреблять слово «закроется», нежели терминироваться, которое вообще непонятно клиентам. Далее, если у вас в компании работает бонусная система, идет бонусная система накопительная, то есть когда клиент делает заказы, ему приходит, к примеру, кэшбэк или какая-то накопительная скидка, и она копится в этом его личном кабинете. Большинство клиентов про эту скидку, про этот кэшбэк забывают, потому что, опять же, это не их работа, они за этим не следят, вы должны за этим следить. Тут должны, то есть при оказании правильного, хорошего клиентского сервиса, вы, как консультант, именно должны следить за бонусом своих клиентов. И если вы видите, что кабинет клиента скоро закроется, обязательно нужно ему сообщить о том, что у него сгорят те или иные бонусы. Но понятие бонуса, оно такое очень расплывчатое. Люди не понимают вот эти вот, что такое бонусы, потому что у нас бонусная система да везде, в том же магазине пятерочка. Но какие бонусы туда начисляются? Рубль, два, пять рублей, на которые ничего не купишь. Поэтому лучше всего говорить, что вот ваш кабинет закроется, и ваши накопленные деньги или накопленные средства сгорят. Но есть такой моментик, друзья, я вам от себя рекомендую по своему опыту. Если вы скажете, что вот ваш кабинет в системе Siberian Wellness, Greenway, Reflame, Faberlic, неважно, закроется, и ваши деньги накопленные перейдут ко мне, вот здесь вот сработает это на все 100%. То есть даже если у клиента в кабинете, не знаю, там 100, 200, 350 рублей, вот эта фраза «деньги перейдут ко мне», непонятной Саши, Маши, Даши, Наташи, Динари, это как так? Я тут, понимаешь ли, за эти деньги работаю, а эти деньги перейдут к какой-то там девушке или мальчику, который сидит и ничего не делает. Подумаешь, мне тут сообщение строчит, пишет. Нет-нет-нет, я пойду и лучше эти денюжки отоварю. То есть лучше всего использовать такую хитрость и говорить клиентам, что вот, вы знаете, ваши деньги перейдут ко мне при закрытии кабинета, поэтому, если вы желаете, если у вас есть желание, если хотите, если просто забыли о нашей компании и все-таки продукт вам нужен, купите на эти денюжки что-нибудь, и денюжка вам пригодится, и кабинет пролонгируется, то есть продолжит свое действие. Так будет намного лучше. Когда вы говорите про купить бонусы, да, или купить какой-то продукт на ваши бонусы, или даже купить какой-то продукт на ваши деньги, клиент всегда это воспринимает очень негативно. Почему? Потому что слово «купить» это равно «потратить деньги». Согласны? Согласны. Поэтому я предпочитаю своим личным клиентам, и так именно учу свою команду, говорить, что на ваши бонусы или на ваши деньги, которые у вас накопились в личном кабинете, вы можете взять продукт бесплатно. Или, к примеру, взять продукт с 90% скидкой. К примеру, у нас в компании Siberian Wellness бонусным счетом вы можете оплатить до 90% покупки. К примеру, у вас на бонусном счету 500 рублей, вы положили в корзиночку, к примеру, мелатонин, который стоит 400 рублей, и вот компания разрешает 360 рублей оплатить в счет бонусов, которые находятся у вас в личном кабинете. То есть 360 рублей вы списываете с бонусного счета, и 40 рублей платите, к примеру, с вашей банковской карты. Это очень удобно, очень круто, очень классно. И вот чтобы клиентов не путать, вы можете говорить, что вы можете на накопленные деньги взять продукт бесплатно или взять продукт в компании с 90% скидкой. Понимаете, это звучит намного лучше. Почему? Потому что у людей, живущих на бегу, на лету, взять бесплатно равно взять бесплатно. Да-да, тавтология, но человек эту фразу в голове никак не переделывает, не перестраивает. Когда же вы говорите, купить продукт, ну да, там с какой-то скидкой или частично бесплатно, человек услышал только, купить продукт, это равно потратить мои деньги. Зачем? Зачем мне это надо? Я тебя не слышал, не видел там, я не знаю, 3, 4, 5, 6 месяцев, ты мне не писал, консультант, и тут бабац, ты мне пишешь и говоришь, что я должен потратить свои деньги. Так еще и перед Новым годом, когда режим максимальной экономии у людей. Поэтому используйте, друзья мои, правильные слова. Не купить что-то, а взять продукт бесплатно. Или взять продукт с максимальной скидкой. Вы можете даже не проговаривать какой. Ну, то есть я знаю, что в некоторых компаниях бонусным счетом можно оплатить, к примеру, только 50% покупки или какую-то вот, какую-то часть. Поэтому вы так и говорите, там, с какой-то максимальной скидкой или с большой скидкой и говорите те слова, которые подходят под ваш маркетинг, под маркетинг вашей компании. Но все-таки просто слово «купить продукт» воспринимается немножечко с негативной точки зрения. Особенно, если клиент долго не совершал покупку. Лучше всего, конечно, еще и при этом узнать, а вот почему вы долго не совершали покупочку. Вот у вас было 3 месяца или 4 или 6 месяцев перерыв. Может быть, вам в крайний раз что-то не понравилось. Вы мне сообщите. Прошу прощения, что долго с вами не связывался. Мы вот боремся за повышение качества работы нашей компании, за улучшение качества продукции. Если у вас были какие-то нарекания или какие-то негативные моменты, вы озвучьте мне, пожалуйста. Я обязательно отправлю запрос компании для того, чтобы компания была в курсе, что вот что-то, то-то там, к примеру, не так или чем-то вы недовольны. Но обычно, когда я так пишу своим клиентам, они говорят, «Динара, ты что, все нормально, все отлично, просто вот забегался, забылся, поэтому, пожалуйста, там, закажи мне то-то и то-то». В общем, работайте со своими клиентами обязательно. Следующий момент. Если, к примеру, у вас клиент идет по какой-то клиентской программе, и для того, чтобы эту клиентскую программу продолжить, клиенту необходимо вот в этом текущем месяце сделать какой-то заказ. Как нежно, ненавязчиво, прилично об этом клиенту сообщить. Опять же, вы пишете приветствие и говорите, «Мария Ивановна, здравствуйте, это Динара, консультант компании такой-то, или ваш консультант в системе компании такой-то. Вот у вас в декабре может сгореть подарок, или вы можете потерять подарок». То есть я знаю, происходят такие иногда ошибочки у начинающих, особенно консультантов, когда они пишут клиенту и говорят, «Мария Ивановна, срочно сделайте заказ», или там, «Анастасия, добрый вечер, вы должны сегодня сделать заказ там на 150 баллов, пиви, очков, чего угодно, иначе вот вам компания не начислит подарок». Вы понимаете, человек, который не в системе, еще раз подчеркиваю, человек, который не работает, который не понимает слов, которые вы ему произносите, он путается, это первое. И второе, ему легче вас послать. И если вы запутали клиента, все, он уже не хочет с вами говорить, ему легче с вами попрощаться, чем разбираться. Но когда вы говорите четкую поставленную фразу, «Мария Ивановна, в декабре вы можете потерять очень ценный подарок от компании». Во-первых, Мария Ивановна сразу же проявляет интерес и начинает прислушиваться, а как так, а какой подарок, а почему. И вы говорите, смотрите, дело в том, что вы там, к примеру, два месяца подряд делали заказики на такую-то сумму, и желательно, если вам нужно сделать похожий заказ в ноябре на сумму от 2000 рублей на 50 баллов, и тогда в декабре вы получите шикарный крутой подарок от компании. Желательно еще картинку этих возможных подарков показать, чтобы у человека срабатывали разные органы чувства, и он понимал, о чем вы говорите. То есть, как бы, подарок, оно слово такое тоже очень пространное. А если вы конкретно, визуально покажете картинку этих возможных подарков именно вашей компании, человек лучше услышит, лучше поймет, и у него так глаза загорятся и скажут, «Ого, ничего себе, какой классный, вкусный, интересный подарок. Я же могу и себе оставить, и подарить кому-то на Новый год экономия в то же время. Да, лучше я пойду и сделаю заказ». Мне очень часто клиенты говорят, «Да, да, да, я помню, я просто забыл, забегался, давай, помоги и чего-то там». То есть, главное, просто клиенту о себе напомнить и сказать, что вот у вас может там пропасть, пропасть, исчезнуть, сгореть, или вы можете просто не получить подарок от компании, так обидно, так обидно. Я обязан, как ваш консультант, об этом сообщить. И тогда клиент, по большей части, сам спросит, а что он для этого должен сделать. Если вы же не видите реакцию никакой от клиента, вы все равно пишите и говорите, «Марья Ивановна, я понимаю, вы, наверное, забегались, я вот вчера говорила, что у вас может исчезнуть подарок начисленной компании в декабре». Смотрите, чтобы его сохранить, нужно просто в декабре при вашем желании, если вы хотите, я всегда это подчеркиваю, я не навязываюсь людям, сделать вот заказик на определенную, на такую-то сумму или на такое-то количество баллов. То есть не просто, ребят, заказ, а вы должны четко в деньгах проговорить, какой именно заказ желательно сделать клиенту, чтобы продолжить участие в той или иной бонусной программе. Это крайне важно. Кстати, еще работает такая фраза, к примеру, вот у вас может сгореть бонус, если интересно, что сделать, чтобы он не сгорел, или чтобы продолжить участие в программе, поставьте плюс. Вот у меня очень часто попадают клиенты, которые, ну, в силу своей, опять же, занятости, там, не хотят общаться, не хотят что-то лишнее писать. Я им пишу, поставьте плюсик, и я быренько наговорю. Поверьте мне, вот процентов 90 плюсик ставят, потому что плюсик никого не напрягает. Это вот буквально значок поставил и отправил там в WhatsApp или Telegram. Вы упрощаете сами жизнь клиенту. У меня даже такое бывало, что я один раз человек напишу, второй, третий, четвертый, а человек делает, делает, делает заказы, и вдруг я вижу, что у него какой-то бонус сгорает, или там он с программы слетает, и я пишу, поставьте хотя бы плюсик, и я все наговорю. И человек ставит этот плюсик. Он пять сообщений моих просмотрел в течение полгода, ни на что не ответил, но плюсик он ставит, потому что ему важно не потерять тот или иной бонус. Так что, друзья, следим обязательно за словами, которые вы используете при общении со своими клиентами, особенно в конце периода, когда нужно повышать свои товарообороты, когда нужно получать дополнительные баллы, и да будет вам счастье, большой товарооборот, большие ранги, хорошие зарплаты. На связи была Динара Смирецкая, как обычно, все мои контакты под этим видео. Надеюсь, было интересно, полезно. Приглашаю в команду. Всем пока-пока.